Это между улицами какие-то проходы, проезды, дорога, что-то, они между собой. Вот один ряд домов, второй ряд домов. Домики совсем белые, я даже крыш там не вижу как таковых. Как вот кубик, со всех сторон кубик. С того материала, что сделано стены, с того материала и вот крыши вот эти покатые такие. Нет, вот такие, ну неважно какие, но оно всё белое. Оно всё одинаковое полностью. И если я смотрю на этот город, это не многоэтажки, поселения, скажем так. Это длинные ряды, вот длинные-длинные ряды, как полностью поле утыкано вот этими вот такими, знаешь, строениями одинаковыми, домами одинаковыми, с одинаковым забором. И белая одежда у всех. И такие длинные-длинные ряды однокомнатных и одноквартирных домов одинаковых, у всех одинаковые. разбиты на такие квадраты, ну, допустим, там 5 на 5 домов или 7 на 7 домов, ну, не суть вот такими квадратами. Угу. Все одинаковые. Да. Такие белотки, белые. Пионерские. Квадратные. В смысле, вот. Угу. Ужас. Пионеры, реально. Муравьи белые. Абсолютно все одинаковые. И ходят все. Белые дома и белые одежды. Угу. И роевое сознание объединенное. Был такое? Они какие-то все как ненастоящие эти, которые там живут. Посмотри, семьи абсолютно одинаковые. мама, папа и двое детей. Мама, папа и двое детей. Абсолютно повсюду. Такое впечатление, что вот достиг там 23 лет, допустим, тебя ребенок достиг 27 лет, у тебя еще ребенок. Ну, вот так вот, понимаешь? Как не то, что кто когда захотел, кто когда там запланировал для себя, а у всех в определенном возрасте. Ну, если там, условно говоря, вот этим сегодня по 30 лет, то у них там детям 7 и 3. Если им по 40 лет, там у них 17 и 13. Ну, вот так. Не то, что все одинаковые. Но они не роботы, они люди. По шаблону все. Но все по шаблону, да. Разрешение нужно брать на рождение детей. Там выдают разрешение только в определенном возрасте. Если у кого-то какие-то проблемы со здоровьем, идет оперативное вмешательство, эти проблемы решаются. Как нужно, чтобы было двое. Именно двое. Не один, не три, а чтобы на замещение на какое-то. И все. Не, чтобы роста не было, да. Стабильность. Стабильность. И как высчитано, что 3 года там и 7 месяцев идеальный, или 3 года и 3 месяца, 3 года и 3 месяца. Идеальная вот как промежуток, да, между детьми. И у всех примерно такой промежуток, и все так живут. Единственная индивидуальность, это, по-моему, можно старшего девочку или старшего мальчика. Вот таким образом, по-моему, видимость свободы именно в том, что выбираешь, как пол детей будет. Вот тот старший, тот старший. Вот так вот. Огромная свобода. Да. Что мы там делали? Пока не вижу. Пока вижу, что в каждом дворе, допустим, 5 деревьев растет. Ну, условно. Я их не считаю сколько, но абсолютно одинаковое количество. Да. И площадь практически, ну, блин, куда не смотришь, вот такое огромное пространство этими домиками забито. А потом пустота какая-то. Пустая просто земля или что там, трава, ну, планета какая-то. И снова такой же огромный-огромный. Но не вверх растут, как у нас мегаполисы, а в ширину вот разрастается и все. Впечатление, что очень сильно тоталитарная какая-то страна. Потому что вот как какие-то излучатели, которые постоянно орут какие-то как кричевки, знаешь. Они людям рассказывают, ну, допустим, ура, там пришло утро, просыпаемся, просыпаемся. Или ой, всем пора спать, мы там ложимся, ложимся. Вот как руководят людьми через эти вот какие-то... Они в домах находятся, что ли, вот эти. Где-то стоят как вышки, а в домах стоят как трансляторы. Угу. Зато они побороли болезни, и болезней там практически нет. Они и преступность побороли, и экономика там интересная. Да, и выключаются люди в период примерно там, ну, 80 или 90, ну, вот условно лет. Они доживают в хорошем состоянии, и в преклонном возрасте они выглядят очень хорошо. Но в то же время как отключаются в один момент. Это у них какой-то праздник сбора урожая, условно говоря. Пошли туда, выключили все. Они знают, что они будут жить до такого возраста. И это никого не шокирует, никого не приводит в какой-то, ну, страх. Потому что все так живут. Живут там, условно, до 97 лет, снова же условно, до какого-то периода. Вот они живут, и все. И дальше просто нету, чтобы дальше. И никто не думает, что... Никто не боится смерти, никто не думает, что, может быть, я там завтра умру, или, может быть, я там через месяц умру. Потому что дату своей смерти все абсолютно знают. Каждый умрет в определенный срок. Транспорт только общественный. Нет понятия личного транспорта. Снова же такое впечатление, что, вот знаешь, в тот момент, когда у них родятся там правнуки, условно говоря, в тот день, когда придет новое какое-то по счету там поколение, эти должны уйти, чтобы все было стабильно. И они понимают, что они не хотят жить дальше, может, и хотят, но они понимают, ради чего они должны уходить. Потому что у их внуков там должны родиться детки. Ну, каждый же ради своих близких, правильно, поступится чем-то, но они не будут жить вечно. Потому что вот внукам нужно своих деток иметь. Это же не чужие люди, а вот именно там, как родные какие-то. Вот такой там период, там как-то все по периодам сильно разбито. И вот такое радостное-радостное состояние, как, знаешь, искусственная радость постоянно. Вот это им транслируется постоянно. Как такие трансляторы, это не телевизор, это что-то другое. Такой, как ящик прямоугольной формы. Нет, не прямоугольной, скошенные углы, скошенные вот так как-то. И постоянно как транслируется, что сегодня радостный день, сегодня там вот все-все-все. А транспорт, да, транспорт общественный. На углы этих, как я говорю, разбиты на такие сектора. На углы этих секторов выходят, они забирают и развозят. Этот сектор работает на этом заводе, этот сектор работает на этом заводе. Вот так вот. Абсолютно организованный мир. Раньше такого не было. Это случилось потому, что возможностей стали генной инженерии. Им подсадили что-то. Изменили геном человека. Это как бы это сказать, как прошло уже там, допустим, 200 лет или 100 лет после этой революции какой-то у них. Но не революция в смысле, что война была, а вот какая-то инженерия. Они почему-то говорят, что это инженерная революция. Генная или инженерная. Ну вот так как идет. К каждому начали что-то... Какой ген подсаживали? Скорее насекомых, да, Илья. Как самые стабильные, самые послушные, стабильные. Да, самые-самые. Да. Реевое сознание, полу-раевое. Да. Сказали в начале, когда это только делали, сказали, что это для того, что множество человеческих болезней, как захлестнула их цивилизация, человеческие болезни. Множество человеческих болезней, которые невозможно победить, если подселить ген какого-то другого существа, даже не животного, а чего-то более низкого, которое не болеет этими всеми заболеваниями. Ну, это как можно будет отсечь возможность вот там, ну, если по-нашему брать там серьезных каких-то заболеваний, какие в том обществе были серьезные заболевания, я не знаю. Но вот как половина очень серьезных заболеваний, от которых там как три или четыре таких, ну, вот каких-то страшных-страшных было, от которых там все или поголовно умирали, или многие заболевали, умирали, эпидемии какие-то. И вот если привить вот этот ген, значит, люди этим болеть не будут. Люди будут трансформированы, потому что берёт вверх то, что они подсаживают, вот именно тот ген, вот тягивает. Ну, это как у нас, знаешь, делают на картошку, там садят, допустим, какую-то там ген медузы, и её колорадский жук не жрёт. Ну, условно. Да, да, вот такого плана. А это из людей делали, думаю. Как у нас сейчас с уколами. И это проект Роя в чистом виде. Это в чистом виде проект Роя. Там всё очень ухожено, там всё очень красиво и абсолютно мирно. Если Роя сам по себе был военный проект, скажем так, то там абсолютно ровное общество, которому полностью, ну как, просыпались все в чудесном настроении. Им всем сказали, что сегодня у всех хорошее настроение. Все просыпались. Сериал «Подущие небеса». Там такое общество показано. Там реально показано Роя. Ты мне сказал, чтобы я посмотрела первую серию, и можно последнюю, и всё. Нет, там просто в середине есть такое, про такое общество. Я так и посмотрела первую и последнюю серию. Там про этого мальчика я посмотрела, и потом в конце, как он с ней бился возле этого. Ты сказал, что там серии много, и можно чуть-чуть посмотреть в начале и в конце. Верно, я просто сейчас вспоминаю. Общество пионеров, которые стучат на родителей и всё прочее. Дети. Ну, сейчас понимаю, что это немножко другое показано. Оказывается, и такие проекты были у Роя. Там показано несколько проектов Роя. Внутри одного сериала. Круто. Блин, а я не смотрела. Это хорошо, что я не смотрела. Да, да, да. Мы там чуть... Шея же заболела. Основание черепа. И нервная система. Там менялась нервная система, да. Абсолютно перестраивалась. Внешность людей, а суть... Муравьи. Стабильность. Вот главное, главное стабильность. Главное стабильность. Мы были бунтарями. Мы садили не пять, наверное, а шесть деревьев. Мы находили зеленый треп. Ты тоже это увидел? Нет, я фантазер. Нет, там что-то не так. Я пока только смотрю на эту планетку, скажем так, насколько она как пряничные домики. Все настолько красиво и все настолько идеально, что просто, ну вот, что еще хотеть? Идеальный мир. Да. Нет голода, нет преступности, нет болезни, нет безработицы. Страха нет, что умрешь или заболеешь. Вот никто ничего не боится, потому что вот все расписано по дням. Только индивидуальности тоже нет. Зачем она там была не нужна? Кто там просто решение принимал? Там какой-то был, знаешь, там какой-то был орган опеки какой-то над всеми. Вот именно не министерство. Да, вот как орган опеки. Это все преподносилось как большая опека над всеми. Как мы людей разбудили. Ведь это общество показано хорошо в фильме «Дающий». Посвященный. И мы транслировали это. Чтобы разбудить. Приходили, условно говоря, в какой-то офис, в какую-то контору, в этот совет опекунский какой-то. И говорили, что мне вот сегодня исполнилось 21 год. Или мне сегодня исполнилось сколько там нужно какое-то время. Я даю заявку на то, чтобы меня сделали там, условно говоря, ячейкой общества. Нужно жениться или нужно что-то. По заявке подбирали кандидатуру, которая по возрасту где-то там подходит. И все соединяли. Это не было как любовь, там морковь, там все прочее. Вот подал заявку на то, что у тебя возраст и пора вступления. Наступил возраст вступления в брак. И этот опекунский совет вот рассмотрел, посмотрел, все нормально, сделал какие-то, как, знаешь, как медицинскую карточку какую-то, как медицинское свидетельство. А не какой-то раз проверил, все хорошо, все нормально, готово, согласен. Вот брак и выбрали там невесту или жениха, подобрали все. Это вот новая ячейка. Им дали домик новый пряничный и все, и живите. Там интересно было сделано. Смотри, пока одна семья, пока одни семьи, допустим, ехали на работу, приходили другие, убирали у них в доме, помогали там готовить. Приезжала жена, допустим, с мужем с работы, они где-то работали, их куда-то автобус отвозил. Вечером приезжали в доме у брата и наготовлено что-то там покушать, потому что не все работали, скажем так, на заводах, на фабриках, на каких-то. А некоторые вот как, ну, не волонтеры, они за это... Это помощь там, да. Да, это помощь, они зарабатывали тоже. Приходили в дом там, если условно нужно там постирать, застелить, что-то сделать. Вот не было даже на этом уровне индивидуальности, потому что даже если это, ну, скажем так, мои вещи, то я поехала на работу, а кто-то пришел и там их гладил, стирал, убирал мне, кушать готовил. Это не мое было уже. Общество заботы. Да, это было общество заботы. Общие заботы. Ну, ничего же своего не было индивидуально. Мне может нравиться, чтобы тапки валялись, но никогда они не валялись. Ну, я снова же, я утрирую, но ты понял, о чем я. Вещей своих не было, потому что все их касаться могли. Пространства своего не было, потому что ко мне приходили, я не закрывала дом. Да, потому что ко мне приходили, убирали, готовили. Это ужасно по большому счету. Или хорошо? Хорошо. Взаимопомощь. Взаимозработа. Там все взаимо было. Да, да, да. Там все было построено на общих. Вот опека, даже не какой-то там, а вот опека. Взаимозабота, взаимопека. Вольно? Что нам там не понравилось в этом районе? И такое впечатление, вот как пионер всегда готов, там, знаешь, первые заповеди. Все на благо общества, да. Да, и там какие-то заповеди, там все такие вот рьяные, все такие вот энтузиасты. Угу. Я просто чувствую сейчас хорошо это. Угу. Ложились спать и одевали на голову какую-то ерунду. Как защитный барьер какой-то вечером, когда ложишься, одеваешь на голову. Во-первых, сразу вырубался, начинал спать, именно отдыхать, потому что сон должен быть продуктивный. Это время для сна, чтобы наутро чувствовал себя бодрым, здоровым, не болела голова и не страдал бессонницей. Одевал на голову, это как такая повязка на глаза или шлем на глаза. Просто закрывал вот так и ложился спать. Во-первых, сразу отключался, засыпал. Это была большая забота, чтобы люди не страдали бессонницей. Во-вторых, не снились абсолютно никакие сны. Абсолютно никакие. Чтобы не было ни воспоминаний, ни переживаний. Сны тоже нам даны для того, что что-то пробуждается, какая-то память. А тут стиралось полностью на этом уровне, но на уровне подсознания контролировалось полностью. Даже снов не было. Да, даже снов не было. Нужно было одевать эту ерунду. И вечером люди как звезд никогда не видели. Потому что у них, условно говоря, в 10 часов там или когда отбой, они приехали, у них уже все готово. Они там покупались, они там покушали и в постельку легли. Эту ерунду им с этого приемника сказали, что всем спокойной ночи, мы вас любим, всем спать. Забота о своих друзьях, родных, близких там, чтобы никто никому не мешал. Все легли, потому что нужно заботиться. Если лазить по хате туда-сюда, по квартире, по этой, это же не забота, это же мешаешь кому-то. Все легли, отрубились и заснули. Да. Идеальное общество. Леский вариант. Да, и какие-то животные домашние возможно было держать, если кто-то хотел. Это тоже было такое, как разрешение. Были какие-то вольеры, клеточки, что-то похожее на кроликов. Даже не коты или собаки, а вот что-то такое, как кролики. Знаешь, чтобы человек чувствовал, чтобы с малолетства учились заботиться о том-то. Чтобы не чувствовали пустоты какой-то внутренней, чтобы это все было наполнено постоянно. И вот этих кроликов или кого можно было разводить? Все неожиданно произошло. Просто когда-то волонтеры не закрыли клетку и убежал кролик. И что? Ничего, я не легла спать и пошла искать его. Он на дворе сидел, я звезды увидела. Я пропустила время, когда нужно было ложиться спать. Я по себе помню. Как произошло у тебя, не знаю. Я вот почему-то не легла вовремя спать. Как вышло. Как что-то случилось с каким-то питомцем домашним. Он не убежал никуда далеко. Он где-то там и был на территории. Или я его поздно нашла. Или я почему-то не вовремя легла. Что все уже легли спать, отрубились. А я эту фигню не надела, а посидела дольше. А потом, когда пришла, легла, я не одела эту маску и легла спать. Просто я задумалась о том, что на небе оказываются звезды. А я их никогда не обращала внимания. Сон начал сниться. Это я не сразу вспомнила. Я сразу помню, что очень удивлена, что ночью можно увидеть картинки. Я еще не могла связать, что это за картинки. Не было даже такого понятия, как сны. В следующий раз, через какое-то время, я обратно не одела эту фигню на голову. Мне было интересно посмотреть, изменилось что-либо или не изменилось. Снова будут какие-то картинки у меня в голове или нет. Они разноцветные были просто. Они были не белые, я видела какие-то яркие одежды. И я снова эту ерунду. Я сделала вид, что я ее одела на голову, а сама не одевала. Я была уже взрослой девочкой. Это было уже накануне 18-летия, по-моему. Угу. По-моему, я там была молодая вот в тот момент. Я вот в какой-то важный момент, я себя девчушкой помню. И сны интересные снились. Я потом стала никому не говорить и боялась, что по мне будет заметно, что я не высыпаюсь. Но я высыпалась и видела сны, а потом просыпалась ночью и обратно могла заснуть, а не спала только до утра, вот как выключено и включено. Я поняла, что без этого интересно. Меня учили на какого-то модельера. У меня какой-то... Ау. Я здесь. Хорошо. Я не совсем сейчас могу понять толком, что. Но строили какие-то лекала, рисовала, чертила какие-то лекала. Работа не то, что очень важная была, но, скорее всего, нужно было это общество чем-то занять. Угу. Какие-то лекала, какие-то чертежи. То ли по одежде, то ли... Я не знаю, почему еще там эти лекала могут строить. Усение было небольшим. Постоянно солнечная погода. Дожди, как даже не помню. Вот просто солнечный какой-то. Короткопостриженными газонами городок такой. Деревушка. Все одинаковое. Одежду шили. Вот, все вспомнила, что мы там делали. Одежду шили. Чтобы делать видимость какой-то свободы, очень часто меняли моду. Как раз в несколько лет. То были модные широкие брюки, потом все меняли на узкие брюки. То было модно там юбки расклешенные, потом было модно... Нужно было делать видимость чего-то другого, чтобы не постоянно было. Потому что, чтобы не претело это, чтобы постоянно было что-то менялось. Поэтому часто шли изменения. Как в этом году вот такое носят все, а в следующем году вот такое носят все. Ну, это как сейчас тоже моду постоянно делаю. Вот сейчас перебор. С этим делом. И уже извращения пошли. Так. Что там дальше было? Меня мутит. Когда я это вспоминаю. Помню, что когда все спят, я иногда начала выходить на улицу. Ночью не спать было интересно. Там никто и не следил даже за этим. Но все настолько послушны были, что это невозможно было даже представить, что кто-то этого не слушается. Случайно я для себя открыла такое, что можно не спать. И часто, когда все вырубались, а вырубались все как по звонку в одно мгновение, я просто выходила, выключила свет, тух сам по себе, я его даже не выключала. Он сам как включался, выключался. Это было все централизовано. Можно было как вылезти через окно или выйти на улицу и просто сидеть и смотреть на звезды, на небо. Интересно было пройти по этому городку и посмотреть, есть ли кто-нибудь еще такой, который не спит. У меня какой-то важный период должен был быть. И я была и готова к нему, и не готова. Но уже профессия была, я так понимаю. То есть это не было связано с выбором профессии. Там никто не спрашивал, какой выбор профессии. Какое-то образовательное было заведение для детей, а потом их сразу как направляли и учили. Этот будет там уборщиком, этот будет поваром, этот будет тем, этот будет тем. Ну, в рабочих профессиях было достаточно большое количество. Просто для того, что люди должны быть постоянно. Не то, что они там, они не уставали физически, да. Не для того, чтобы там сильно уставать. А вот занятость была нужна. Это и ощущение вот общности. Когда сидят там сотни, допустим, человек шьют вместе. Это было вот как все вместе, дружно, дружно, один общий коллектив. Вот так вот это все было коллективно. Ощущение связи каждого человека через себя, да. Там каждое чувство каждого. Да, а потом начались нецелы сны. Хорошо. Чем дольше я спала без этого, чем чаще я себе позволяла спать без этого. Тебе проще. Я лучше... У меня сейчас уже в мозге не работает все. Почему? Я сейчас спать пойду. Нет, ты подождешь еще 10 минуток? Да, 12. Ролик. Это большие черные глаза у него. Животное какое-то такое. Совершенно, ну, спокойное и никуда оно никогда. Это не кошка, не собака, которых нужно выгуливать. Это что-то такое, что вот просто... Травку жрет. Да, как то, что вот покосили травку, и чтобы ее куда-то... И детки учились заботиться. Просто нужно было учиться чему-то, какой-то заботе. Это было чуть ли не обязательно. Это прививало хорошие привычки, что все нужно заботиться, нужно вот-вот-вот-вот. И они пихали травку. Да. Да, это была... Ну, забота же, а то вдруг не поймет, что нужно жрать. А у него уже блевать. А жрать надо. А жрать надо. Я боялась кому-нибудь сказать об этом, о том, что мне снятся сны, потому что это было нарушение. Я когда-то спросила женщину, которую называла мамой, снились ли ей когда-то сны. Она говорит, что такой глупостью никогда не страдала. Посмотрела на меня и спросила, все ли нормально у меня. Может, там растянулись фиксаторы. Почему это я вдруг видела какой-то сон. И я перестала об этом говорить с ней. Устраивали какие-то, знаешь, какой-то день был выходной. Вот как у нас в воскресенье, и там какой-то день выходной. Где собирали много-много людей и вместе как пикник какой-то устраивали, знаешь. Какие-то игры на природе, вот такие. Делали досуг, организовывали досуг. Типа субботника, да. Типа субботника, типа досуга. Много людей собирались вместе. Помню, на этот субботник я когда-то пришла совершенно не выспавшаяся, с красными глазами. Какая-то женщина, которая у нас там была как старшая, заботящаяся. Подошла и попросила, чтобы я на следующий выходной день, я пришла к ней или пришла куда-то, обратилась. Потому что в последнее время я стала странно выглядеть. Возможно, у меня какие-то проблемы. И спросила, скоро ли мне идти в какие-то органы опеки. Может, мне замуж уже надо было идти. У нас ходили уже один родитель. Девочки, типа чуть-чуть пораньше. На пару лет. Да, все-таки до тошноты, заботливые и вежливые. Теперь у тебя ночью. Меня отстреляли. У нас сейчас в старом городе будет огромный салют. Я не пойду смотреть. Даже на балкон не пойду, не хочу. Меня как ломало. А я начал у других как-то сознанием. Ничего. Там тогда? Там, да. Тебе какие-то идеи пришли, как можно... Вначале, из чего у тебя все началось, тебе какие-то идеи пришли, как можно что-то сделать более рационально или более качественно. И ты, когда поделился этими идеями, на тебя посмотрели, как на Ума Лишунова, и сказали, что это нет смысла улучшать, потому что, ну, тогда же все пойдет не так совершенно. Все перестраивать нужно. У тебя из-за этого начались какие-то проблемы. Ты как постоянно рационализатором каким-то был. Не то, что там механизмы новые придумывал, но какие-то устои придумывал. Что-то вот так можно, что-то вот так можно. Но это еще как в школе у тебя лет в 15-16 началось. И тебе сказали, что тебе нужно вести себя более благонадежно, потому что тебе как поменяли профессию из-за этого. В дворнике, условно. Условно у тебя были какие-то показатели, и тебе нужно было, как тебя готовили к чему-то одному, а из-за того, что ты постоянно вмешивался в процесс, ну, не постоянно вмешивался, но позволил себе несколько раз во что-то вмешаться, они записали тебе абсолютно другую, вот как квалификацию тебя выбрали, или в другую квалификацию тебя отправили. Ну, да, в дворнике, условно, да. Нечего было менять, ухудшать. Слышали? Эти муравьи. И я менял. А тюрем не было. Что-то со мной делать надо было. Тюрем не было, надо было только воспитывать. Все же на благонадежности было, и на доброжелательности. Какая тюрьма для... Это же не благожелательство. Да. Никакой взаимозаботы в тюрьме. Поэтому... Кого-то даже убегал, кажется. Ну, просто бегу, и все. Все нафиг. У тебя не была привита любовь к той профессии, которую тебе поменяли. Изначально как-то говорили детям о том, что вот это вот вы будете там условно инженером, а вы будете условно швеями. Это самая лучшая работа. И с детства вот там с первого класса то пусть учили куколкам шить костюмчики там, или учили чему-то. И у тебя вот произошло именно то, что тебе выбрали не то, к чему готовили. И у тебя на этом слом, потому что то, куда тебя впихнули, это совершенно тебе не соответствовало. Изначально у тебя другие запросы были, изначально тебя готовили по другой стезе. К этому, возможно, ты бы и как-то более-менее миролюбива отнесся. У тебя пошел конфликт из-за того, что тебе отдали не то, что к чему готовили изначально. Поэтому у тебя как внутренний протест, который ты не знал, как выразить. Угу. Запороть. Такая и стала, типа, получаться. Возить мусор. Ну, там я условно. Что-то там в движении водитель. Большие белые такие грузовики, если это можно грузовиком назвать, платформы какие-то, упаковывали вот так вот эти вот коробки, там все какое-то квадратное было. Упаковывали эти коробки и вывозили какой-то вот как, вывозили мусор. Да, только ты не рассчитал, что тебя очень сильно заботливо лечить начнут. Если у тебя что-либо не получается, никто же тебя не наказывал, тебя нужно было срочным образом лечить. Тебя нужно было срочным образом направлять куда-то, понимаешь, как в какой-то лагерь труда и отдыха тебя отправили. Потому что, скорее всего, ты переутомился или как-то переусердствовал на той работе, на которой ты работал, если у тебя перестало получаться. Тебя как отправили в какой-то куда-то лечиться немножечко. Это было не психушки, это были какие-то санитарные дома. Меня туда тоже отправили, потому что я не спала. У меня вечно были красные глаза, а по медицинским показаниям все было нормально. А я могла не спать до утра или спать, или не спать. Или вот, понимаешь, у меня было нарушено вот это то, что постоянно как отрубалось. Я или сны видела, потом просыпалась, но они как-то меряли или по биоритмам, или почем, что у меня какие-то сбои. Меня тоже отправили туда. Я спросила, видишь ли ты сны. Ты видел сны до этого? Ты снимал эту ерунду с глаз? Не знаю. По-моему, да. Да. Правильно. Потому что ты говорил, что иногда тебе снятся странные картинки. У нас таких там было немного. Кому снились странные картинки? Ну, откровенных психов. Вообще вот там, в этом санатории. В этом санатории нет, было абсолютно немного. Некоторые люди с какими-то срывами были, но их там очень заботой добротой быстро давали. О, я себе сока налью. Хорошо? Хорошо. И вот мне там ломали мозг. Там реально как было доминирование коллективного над индивидуальным. А мы сопротивлялись. И то есть вот это вот на полевом уровне коллективное влазило в наш мозг, пыталось сломать. Мы начали с обстоятельства. Вопрос, во что это влилось? Пиклушка какая-то, понятно. Лекарства и шприцы. Геновые инженеры ищут дополнительные. Там недолго, как в течение двух-трех недель и отправили по домам. Там же уже спали под надзором. И я там снова не видела. У меня глазки перестали болеть. Я перестала чувствовать себя плохо. И отправили по домам. Мне было нужно идти писать заявление в органы опеки, чтобы мне нашли мужа. Мне подобрали мужа. Я вообще не хотела за него замуж. И это был протест. Нельзя было так поступать. Как красиво. Я продолжил косячить на работе, получается? Или остался там? Нет, ты остался там. Тебе предложилось сделать какое-то вмешательство второго уровня. Что это за вмешательство второго уровня? Фихи его знает. Ну, лоботомия, наверное. Не знаю. Они как все начали влазить мне в мозг. Я начал влазить в их мозг, мне кажется. Как желтое что-то. Как ткань какая-то желтая. Пышка. Что-то вытащило из себя. Влезло в мозг. Что-то вытащило из себя. Сначала оно влезло, а потом я вытащил. Могу ошибаться, но как сломал всех мурашей. Вот здесь какой-то или браслет, или что-то вшито. биоритмы меряло и куда-то передавало. Заботились же. Угу. Да. Так сейчас примерно. Цельный контроль. Набор. Всего. Вот тут, да. Потому что я помню, у тебя вот здесь шрам большой был. Угу. Ты как вытащил отсюда что-то. Длинная тонкая полосочка такая. Вот сюда была вшито внутрь. Угу. Желтая. Да. Она еще на мозги как-то давила. Она как-то к нервным окончаниям была пришита. Угу. Что полностью как контроль над всей системой нервный был. Ты ее как-то заблокировал. Я убежала туда? То, что бежал, помню. Из психушки из этой ты убежал. Угу. Там никто не мог даже допустить мысли, что... Кому-то придет. Да, что ограды не было, забора не было, да. Такое впечатление, что ты тут как руку себе... Как отверткой, блин, распорол и отключил эту фигню. Вот как, знаешь... Она, по-моему, у всех, что ли, была такая? Да, она у всех была такая. 16 цифр. Длинная такая, 16 цифр. Вот она, раевое сознание. Они как через нее влазили мне в маске. В паре. Да. Сигналы какие-то. Угу. Угу. Прямо вот перед олбом желтая полоса. Я ее как ломаю. Чуть... Вот здесь? Угу. Я был довольно крупный там. Там, в принципе, все одинаковые, но я помню. Такой медвежонок. Ты молодой был еще. Ну, что там еще было? 18, может. Бежал легко. Мышцы были. Там физическая подготовка была довольно хорошая. Там, как на уровне, вот знаешь, зарядку делали постоянно. Даже во время рабочего дня можно было встать, делать зарядку там всем подряд. Это объединяло, это общность какая-то. У нас знакомство было там, в этой психиатрической больнице, и разговоры о снах. Я не вижу, чтобы там прям какие-то чувства так быстро, резко вспыхнули. Ну, а интерес какой-то вот на уровне общих интересов. Одинаковые стебанутости, да? Да. Как поговорить можно было с кем-то о том, что у меня, о том, что у тебя. И помню, как ночью постучал почему-то в окно. Так тихонько-тихонько. Если бы я спала, я бы не услышала, но я не спала. Потому что я психовала по тому поводу, что мне нужно замуж выходить, а я вообще не хотела. Не то, что сбежал и нашел. Там, по-моему, даже как знали друг друга, там не было секретом, кто где живет. Там, допустим, номер 164-85, ну, контур и дом, ну, допустим. Просто нужно было куда-то пойти. Ты же сбежал и домой, это же вообще ни о чем. Вот здесь проткнул. Как шпилькой. Отключить, чтобы не следили. Даже не нужно было все вытаскивать. Вот тут можно было отключить. А у себя ты был разрезал и вытащил ее полностью. Тень не нужна была даже сломанная внутри. И на голове вот здесь была. Я не знаю, как она была. Она была в голове. Потому что проекция, вот здесь как цифры отражались. Знаешь, вот как электронные часы, допустим, есть такие, что наводишь на стенку или куда, и она там светится. А это прямо в мозг, как цифрами все общались. То есть ни образом, ни картинка слишком сложная. Вот набором цифр и все как-то дешифровывали это как послание. Ну, знаешь, как команда 875, это обеды, условно. Команда 321, да, мой там, ну, все знали вот на уровне команд вот таких. Что не нужно было там всем кричать или всем там рассказывать. Каждому сигнал поступил, и человек знает, что ему делать в этот момент. Вопрос, откуда, что за роевое сознание? Чем лезло в мозги? Как совет каких-то? Старейшин опекунов. Вот у меня вот идет опека, вот забота. Забота, да. Там у всех были какие-то опекуны. Даже не начальники это назывались, а как не мэр города, а опекун этого города. Наставники, да. Да, подчеркнуть, что это же для блага все делается. Мы почти прорвались, Мана. Мозги отказываются работать, но надо вспомнить. Не было там дядьки, как в дающем, который передавал информацию тебе. Угу. Вот вообще не было, сам до всего дарился. Я давил. Вот они давили, вот буквально всей массы энергетической. И я на них два барана был. С их стороны много баранов, а я один. Это бодание было. Вот реально как-то. Я вот ничего не понимал, но уперся. Нет и все. Там какой-то набор цифр. Абсолютно противоречивый друг другу. Слом мозга какой-то послал. Ну, связь двусторонняя, получается, да? Да. Нет, не двухсторонняя связь, а как всем в эти транзисторы. Как ты до этого места добрался, где в транзисторы всем передал? Словно говорят, всем доброго утра, ложитесь спать, знаешь? Или какой-то чудесный дождь, берите зонтик и идите с ним. Чтоб у них мозги включились. Да, да, да. Как вот что-то вот такое вот. По-моему, просто связь была двусторонняя, только не все об этом знали. Мураши привыкли только принимать. Я как бы взломал эту красную ниточку, скобочку, которая ограничивала просто своим сознанием. Ведь, оказывается, можно и посылать. Не у всех мозги были готовы посылать еще туда эту сеть. А о чем говорить? Сеть общая, да. Да, вот, команду получил и выполняй. Как я с китайцами общаюсь, да? Главбух нас спрашивал. У меня, сначала у трех русских спросил. Вот когда тебе указания приходят, что ты, первая мысль? Ну, у меня мысль, а нахера? Тайцы, там, из десяти опрошенных девять не поняли вопрос. Один только спросил, ну, говорит, я думаю, как лучше сделать. Цены вообще не понимают. Как это, ну... Вопрос задал, какой... Существует вопрос, приказ получит, команда, все. Надо выполнять. О чем тут... Да, о чем думать. Уже все за тебя подумали, тебе уже все объяснили. Тебе уже даже рассказали. Даже не объяснили, надо выполнять. Да. О чем ты думаешь, Пет? Какая первая мысль вообще? Они не понимают. Думать некогда, работать надо. Да, да, да. Получили приказ. Да. Поэтому мы нашим главбухом в китайской компании не прижились. Хотя они долго нас терпели, три года. И там то же самое. Там была бодалка. Они как начали ерепениться, сопротивляться этому. И начали на меня давить. Я прям чувствую, как вот на мозге давление. Как ты это помнишь, если помнишь? Если начинал о чем-то думать, шел такой тихий свист в голове. Если я не переставал сопротивляться, этот свист становился громче, громче. И начиналось как давить на всю голову и мозги, как в... Роевое сознание, да. Давить, форматировать. Давить со всех сторон, да. И поэтому нужно было или подчиняться, или терпеть вот такую боль. Поэтому вот тут и нужно было отключить вот это. Во-первых, чтобы тебя не слышали. А во-вторых, чтобы ты не слышал, когда не подчиняешься. А я не выключил. Я пошел на открытое сопротивление, и все меня давили, и никто ничего не мог сделать. И вот у этих людей, мурашей, появилось сразу такое вот... Как он не подчиняется, и все. И это есть. Он не ломается, ничего. Просто человек, который не подчиняется коллективному. Не хочет работы. Отвергает доброе к себе отношение. И у них это вот крыша с нос такой появился. Как так. Он не с нами. Он типа один. У них только взорвались мозги прям. И сердца. И вот так. Потом что было? Он не смешал. Он не знает. Он этот раз. Кроме того, что день рождения у бабушки. Да, вот такие мысли идут, знаешь, какой-то как гараж такой, ну не гараж, а какой-то павильончик там. Бабушка, вот день рождения у бабушки. Все там бабушку поздравляют, у неё ещё осталось 4 года или 3 года дожить до смерти. Все её поздравляют, потому что дальше, по идее, я должна выйти замуж и уже своего ребёнка рожать. И бабушку все поздравляют, что у неё ещё 3 года будет счастливой жизни. Вот знаешь, ну вот такая вот. Поздравляют с тем, что ей ещё там есть время жить. А жизнь у всех счастливая? А жизнь у всех счастливая, да. Вот это помню. Не было уже ни одного проекта воплощения, где мы померли от старости. Но не было. А в том мире очень сложно помереть не от старости. Поэтому надо как-то вспоминать, как мы умудрились там-то. Умереть пораньше. Угу. Надо было умудриться. Я по своим вот воспоминаниям помню. По своим каким-то переживаниям. И всё эти эмоции. Но там эмоций почти не было. Только одна эмоция. Счастье. По-моему, даже у роботов было больше эмоций слева в той вселенной. И у деревьев. Я спросила у бабушки. Мы были у неё на день рождения. Мы приезжали туда. Я спросила, было ли когда-нибудь в её молодости, когда она была молодой, какое-то красивое яркое платье. И нарисовала ей это платье. Я же была как дизайнером. Дизайнером повлекала какие-то, да. А мне это платье приснилось. Я его никогда не видела раньше. Какое-то яркое и такое воздушное летнее-летнее платье. Бабушка сказала, что посмотрела как-то, и как улица изменилась. И говорит, что нет. Таких платьев у неё точно не было. Но я поняла, что она что-то об этом знает. Начала расспрашивать. И она сказала, что когда-то видела сны в детстве. В юности. В детстве. Бабушка была старая, да. Жили до 97 лет. Это прабабушка была. Условно говоря. Ну, условно до 97. Долгий век был. Как мои дети уже должны были стать тем, что её жизнь прекращалась. Значит, когда она была ребёнком, мир был другой. Ещё это не внедрили. Подавитесь на гипносон. Тогда его ещё не было, да. То есть кто-то постепенно по чуть-чуть окно Авертона поворачивал всё больше и больше в муравейник общества человеческое. Да. Я спросила у бабушки, когда она выходила замуж за дедушку, любила ли она его, что она ощущала, нравилось ли ей то, какого мужа ей подобрали. А она сказала, что в её время, во время её молодости, ещё можно было самому выходить за кого хочешь. Ещё тогда и меня это тоже удивило. Как так? Во-первых, были, оказывается, другие платья, и во-вторых, были другие отношения. Не всегда забота распространялась так далеко, что выбирали тебе абсолютно всё. Да, бабушка, это было как, знаешь, её поколение, это было как последнее поколение из тех, которые ещё что-то по-другому помнили. В её молодости, в её юности как-то было по-другому. И потом она рассказала, что в её маме, в семье было много-много детей, и они почти все умерли. А потом пришли вот эти, которые улучшатели, и началась жизнь улучшаться и улучшаться. И я не понимала, как это так было. Много детей, которые умерли. Я начала о ней расспрашивать. Она сказала, что не следует мне задавать глупые вопросы, и думать не нужно, потому что испортится цвет лица, если буду о многом думать. Почему цвет лица должен меняться, даже не знаю. Лобик мочится будет, да. Да, но думать вредно. Я понял. Я это запомнила. Хорошо. Мудрый совет. Я как всегда бодался. Хорошо. А я как-то решила на работе сделать новое лекало. Мы шили одежду, и нужно было придумывать. Ну, не придумывать. Там был, допустим, каталог из 11 видов одежды. И вот в этом году мы шили такую, а потом вот к номеру 10 добавляли какие-то выточки, условно говоря, которые в номере 9. Ну, пытались как-то изменить. Хотя на это все уже было. Комбинировать, да. Комбинировать, да. Из того, что комбинировать готовое, да. Создавать какую-то иллюзию свободы, не свободы, а новшества, чтобы было о чем говорить, смотреть как, что, кому, знаешь. Такое, какую-то ерунду. Я решила платье нарисовать, то, которое мне снилось. Такого не было. И какая реакция была? О, да, снова психушка. Я же начала доказывать, что, ежели я его придумала, значит, оно где-то есть, это платье, когда-то было. Угу. И еще я выболтала о том, что бабушка говорила. Я, знаешь, в пылу начала доказывать что-то. Они говорят, откуда такие знания. И я по глупости просто сказала, что вот мне бабушка говорила, что так было. Забрали куда-то бабушку на три года раньше. Да, все стучали на всех. Сами того не знаю. Я не думала. Я не думала, что я настучала на бабушку. Меня спросили, и я совершенно без... Нет, там, вот когда ты ответила эти же... Да, я просто не подумавши, но получилось так, что и я на бабушку сдала. Это было больно. Ты не взяла, ты просто привела до вот. А они настучали на тебя и на бабушку. Да, а я вот сказала, они меня спросили, и так довольно вежливо спросили, откуда я такое взяла. Я сказала, вот бабушка же говорила. А вот потом бабушка не стала. ее как куда-то забрали. Что же это за забота, если зато только что человек что-то рассказал, его уже забрали. Мы, знаешь, шли параллельно. Ты более явно проявлял что-то неудовольствие и борцовские качества. А я начинала по чуть-чуть только осознавать, что что-то не так. Но я не понимала, как можно бороться и нужно ли бороться. Я просто понимала, что не совсем все хорошо. у меня как нервный срыв и у меня снова вот в психушку. Во-первых, что я повздорила на работе, это было недопустимо вздорить и доказывать свою точку зрения. А во-вторых, я узнала, что бабушки не стало. Бабушку куда-то забрали. И у меня снова срыв. И меня... Ну, это не было срыва. Это было непонимание, а обозначили это как срыв. И меня снова в психушку это заперли. Там уже надолго. Недель на шесть, наверное. И ты там был обратно. С нами нужно было что-то делать. Место встречи, извините. Это был рецидив уже, знаешь. Это уже второй раз там был, допустим. Уже нужно было что-то делать, потому что сложные слишком были. Случаи, да? Тяжелые. Еще из себя чипы выдирают. И думать начинают. Еще команд не слушаются, да. Еще других заставлю. Вопросы задают всем. Да, да. На какое-то освидетельствование должны были вызвать, забрать. Ну, просто так нельзя было взять и там бушку отрезать, условно говоря. Это же не забота. Нужно, чтобы все видели, какая-то забота проявляется. И пытались все дружно перевоспитать. забрали в какие-то другие поменять место. Как переутомились. И жалели очень сильно все. Все с сочувствием и беспониманием относились очень. Знаешь, вот это, ну, это же неправильно. Эти медсестры, когда выбиваешь у них таблетки, они тебя жалеют, гладят, говорят, ах ты моя бедненькая. И собирают эти таблетки. Знаешь, вот это вот. Буянило. Не, не буянило. Пару раз мне что-то не захотело там. И вот на чувство, знаешь, что это же несправедливо, зачем же я так отношусь к людям. Они же добрые ко мне. Вот добрым таким не кричали. И наоборот, как подавляли своей добротой. Все для нашего блога мы не ценим. Продолжение следует... Чем был какой-то план. Нельзя было на это медицинское освидетельствование тебе попасть. Тебя бы лапраторили куда-то и бошку бы пробили. Ты так сказал. Ведут какие-то новые параллели. Проведут по голове. Не знаю, какие параллели тебе должны были провести. И тогда ты вообще будешь, как мой этот, который в клетке сидел. Ты так сказал. Какой-то уксун. Такое. Да, что-то такое. Какое-то животное. Такое непонятное. Тупое очень. Воротник такой большой на шее. Не на шее. Челюсть такая. А, это челюсть, да. Да, я вижу, что что-то вот так. То есть треугольные головы. У нас у кроликов вот так, а тут вот так. Массивное вот так что-то. Да. Он как подбирал траву. Вот так шел, вот так едем. Комбайн. Вот так траву. У него как четыре вот такие губы. Они как сами по себе. Они рвали каждое по траву. Как сама по себе вот так. Впечатление, что весь рот был как на сегменты разбит. Да, четыре. Вот губы четыре сегмента, да. И вот такие плоские в одной линии. Он просто жрал траву. Рвал и запихивал. Рот один, а губы четыре. Абсолютно непонятное животное. Их не забивали, их не ели. Над ними учились заботиться. Их нужно было только кормить и заботиться о них. Потому что им это забота и кормление, как за этого обед усрались. Угу. Потому что травки полно везде было. Воссейно ровное. Ну вот. Эти рвали эти траву вместо того, чтобы выпустить их. Ихали ему прям. А ему это очень неправильно. Потому что трава вот так растла, и он вот так ее рвал. Когда вот так пихают, поднимать надо. Ему очень неудобно. Но дети заботились прям вот так. Я не помню там такого, что-то как собаки или кошки. Ничего не было. Ничего такого не было. Подобно много ребенка. Так, планта. Сорвался или получился? Нет. Нет. Ну, чтобы податься, я устал. Мне кажется, в последнее время. Я, конечно, забодал. Но все равно. Ты не та, что устал. Тебе нужно было что-то делать. Потому что тебя должны были забрать вот туда. И если бы тебе сделали эту операцию, ты бы уже тогда... Никого бы не бодал, да? Уже бы никого не бодал, да. Неужели там и такая форма заботы была? Да. Для того, чтобы тебе было лучше. Чтобы не нервничало. И чтобы других нужно было не только о тебе, а и о других заботе. Не нервировал, да. Да. Ты же своими беспокойством других приводила в нервное какое-то состояние. Да. Ты когда брался до какого-то центра опеки, когда тебя привезли на это свидетельство, они просто начал давать другие, абсолютно левые команды. Не такие, которым был обучен, а абсолютно такие, что на взрыв мозга действовали, как несуществующие коды какие-то забивал в бошку. Всем в бошку. Сломался. Позжег много мозгов, да. И вот бодался. Сломал их, как каждого. Там можно было чуть ли не каждому в голову вкладывать в команду. Что-то еще было. Это был только первый этап. Тебя как вытащили оттуда из этой рубки какой-то условной. Ты знал, где эти рубки, потому что вы там как практику каждый год проходили. В школе ты учился, тебя на это готовили. Сидеть там оператором, а потом ты начал задавать много вопросов, и у тебя условно в дворнике. Но ты же знал, как это работает, и где это работает, и куда это работает. Поэтому, когда ты однажды прорвался туда, ты начал давать совершенно левые команды. Как полгорода вывел из строя. Видимо, я пошел искать, где главная рубка. Это я уже фантазирую. Я помню, что тебя как вывки заломывают, связывают и выводят. Это как ты видела, где? Я помню, что тебя вернули в эту больницу, лечебницу психиатрическую. Их не было очень много, а тюрем все равно не было. Тебя как вывели, тебя как заводят туда, и у тебя как руки связаны, вот примотаны к телу руки. Ленты какие-то, не скотч, а вот ленты. Ленты какие-то, да, у тебя руки как примотаны к телу, и тебя будут колоть чем-то, чтобы ты заснул и успокоился. И мы смотрим на тебя, я и еще несколько человек, которые там были, и нам объясняют, что у тебя какое-то как сильное утомление от несбывшихся каких-то желаний. И это из-за тебя так у многих голова болела. Дальше придумают, что с тобой делать. У меня не болело, потому что ты мне вот тут отверткой показывал, как нужно отключать. Научил. Не отверткой ногтем или, ну, чем-то, шпилькой, неважно. Чем-то сломать, да. Чем-то, да. Типа антенки. Люди просто не знали, что связь между головой и вот тут, вот тем, что болит голова, можно вот тут нажать. Это, ну, голова же, значит, на голове там, если бы там вырвать волосы, это бы понятно. А при чем тут на руку давить? А ты как вот мне показал, у меня голова не болела. И переполох был большой. Нужно было что-то с тобой делать. Потому что если бы еще раз туда добрался. Как, знаешь, вот впечатление, что в этом городе жило около 30 тысяч населения. Большой город. Для того, как это были одноэтажные и одноквартирные дома, это очень огромная территория была. Ну, представь, сколько домов на. Если 4 человека, условно, жило в каждой семье. Условно, одна рубка, транслятор на всех, да? Да. И тогда, как несколько тысяч, тысячи три или четыре, которые вообще не выдержали и умерли. Или у них какой-то там разрыв шаблона. Ну, я чувствую, а сердце и все. Да, 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 да. И они умерли в тот момент. И нужно было с тобой что-то делать, потому что это было неприемлемо. Во-первых, убить или казнить, или, ну, не было такого там. А необходимо было что-то сделать. Тебе нужно было срочные операции провести. И при том нужно было успокоить общество. Потому что те, которые погибли, это одно дело. У многих погибли же близкие какие-то. Другое дело, что воздействие от этого почувствовали абсолютно все. Мозги как освободились, да? Да, некоторые выдержали, но вот по мозгам-то всем шарахнуло. И нужно было нечто такое придумать, чтобы всех успокоить. То есть это такой ступор, что роевым командам не всегда можно доверять. Нужно думать самим. Это шок. Большой шок. В больницу эту психиатрическую, в которой мы были эту лечебницу, несколько их привезли. Как знаешь, вот такое впечатление, что она забита была. Потому что у некоторых мозги просто не выдержали. И если до этого она практически постоянно была пустая, то там была куча народу. В тот момент их как там свозили, 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 знаешь. Это был какой-то вот такой коллапс. Это я сорвал там оба. Индивидуальное мышление начало пробиваться. Впечатление, что знаешь, как какой-то катаклизм огромный. Потому что из машины, которые я постоянно выезжал, или некоторых дома кололи, это не только команду можно дать, было бы этому громко говорить, или чтобы все уснули. Но реально пошел сбой, там нервный сбой. Если можно успокоить, то сердцебиение, это уже нужно смотреть, что происходит. У многих как именно серьезные последствия по здоровью пошли. Так же можно дать команды нынешнего колотым. Ладно, подумаем об этом. Перерыв. Тебе нужно было ночью бежать оттуда. Иначе бы тебя залечили. Ты был связан. Ты помогла? Я помогла просто убежать. Я развязала тебе руки. Размотала эти скотчи. Просто ты лежал запеленный. Я зашла в эту палату и просто помогла тебе руки развязать все. Не сказала обзорвать к чертовой матери этот мир, потому что я не хочу замуж за этого и все. Ты ушел. Обзорвать мир. Именно как главную рубку какую-то. И там всех забодал. Впечатление, что как подорвало ее и у всех. Как вылетело что-то. Не совсем взрыв. Это трансляция. Это не взрыв. Это как, знаешь, как вот вылетело что-то. Взрыв. Я в том плане, что как расширились мозги. Своё сознание туда, да. И на максималке все там, как все операторы. Лышки, как типа 5G. Вот у нас там были трансляторы эти. Они транслировали не только радио. Они транслировали типа волю, волны. Вот эти пси-волны. Только вместо спокойствия, радости было. Бегание мозга. Вот этой роевой части. Вот удар по роевой части сознания. А не все были готовы думать самостоятельно. Индивидуальным сознанием. Плакали очень многие. Никогда как не плакали. А тут плакали, плакали. Сейчас вот роевым уколом. Дай такой стресс. Как после второго сигнала. Они как станут троем. Мол, даже заплакать не успеют. Они как освобождались. Плакали, Илья. Да. Знаешь, как эмоции проявились. Появились индивидуальные что-то. От боли плакали, от свободы плакали. Обушли. Какую-то главную рубку нашел. Ты как-то научился блокировать команды в сознании. На меня что да. Вместе с частью мозга. Да. Ты как заблокировал. Каким-то усилием. Я не знаю, как ты это делал. Но ты как блокировал. То, что вот тут ты вырезал. Это фигня. Это начальный твой противопол. Тебе что-то другое. Ты на руке вырезал. Тебе на лоб. Условно говоря, установили. Ты каким-то образом научился блокировать это. То есть мозга была скукужена. То есть то, куда посылали эти сигналы, я там как напрягал мозг. И дальше не приходило. И остальная часть мозга могла думать свободно относительно. Вот тут как такая скоба полоса. Как спина напрягалась. Но уходить можно было. Двигаться и прочее. Но прямой спиной напряженной. Ну, в общем, проект муравейника был немножко испорчен, но они стараются его здесь восстановить. Ввести ген муравьев. И через трансляторы управлять. Вот через компы. Там компов в таком виде не было. По крайней мере, как здесь. Здесь хотят улучшенную версию сделать. Такого общества. Только еще хуже. Там жертвоприношений не было. Самое главное. Не было вообще жертвоприношений. Там задолбать только добротой могли. Это нашего же блага ради нашего здоровья, да? Ну ладно. Вспомнились и хорошо. Хорошо. Продолжение следует...